МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это рубрика Дороги нашего города. Меня зовут Ксения Епишева. И вот, что вы увидите сегодня. Опасный перекресток. Где водителям не стоит доверять светофору? Люди говорят, жители Ноябрьска предлагают свои варианты организации дорожного движения. И нарушители нашего города. Новая подборка записей с видеорегистраторов от гаража. Сейчас мы едем по магистралью в сторону перекрестка с улицы Ленина. Совсем недавно здесь на одном из светофоров появилась дополнительная секция. Стрелка направо. Она всегда горит зеленым. С одной стороны хорошо разгрузили одну полосу для движения, если бы не одно Но. Когда на светофоре загорается красный сигнал, стрелка также горит. В общем-то, для водителей, которые поворачивают направо, нет никаких препятствий для движения, кроме пешеходов. Почему-то зеленый для них загорается вместе с разрешающим для водителей. А значит, водитель, двигаясь на стрелку, пешехода просто не увидит. Так и до беды недалеко. Затягивать с этим мы не стали. Обратились в ГИБДД. Сотрудники Дорожного надзора с нами согласились. Ситуация опасная. Значит, нужно ее устранять как можно скорее. Мы по данной ситуации владельцам автомобильных дорог направили письмо о необходимости демонтажа данной дополнительной секции на этом светофорном объекте. В ближайшее время, скорее всего, и она будет демонтирована. Пока не демонтирована, водителям транспортных средств необходимо с особой осторожностью пересекать данный пешеходный переход. Как разгрузить движение у Центрального? Ответ на этот вопрос искал один из жителей города. И своей идеей он поделился с нашей съемочной группой. Это улица Ленина. Это улица Мира или проспект Мира. Мы находимся перед зданием торгового центра Центрального. Предлагаю сейчас сделать здесь одностороннее движение. И с выездом на Мира. Или же, значит, с выездом в сторону республики. Здесь тем более, наверное, наглядно. Вот так вот, чтобы было понятно. То есть вот сюда выезд сюда и можно также здесь. При этом нужно открыть, на мой взгляд, сзади за общежитиями проезд и опять же установить одностороннее движение и ограничение скорости, чтобы здесь было. Но опять же, эти все решения, мне кажется, нужно привлекать жителей вот этих домов. Потому что более точно и более, скажем так, взвешенно они могут сказать по движению, по организации движения вокруг их домов. Хотя, надо сказать, в ГИБДД идею инициативного жителя не поддержали. По словам инспекторов, одностороннее движение здесь напротив усложнит ситуацию. Если таким образом поступить, то людям, допустим, проживающим в восьмиэтажках по улице Мира, проспекту Мира, будет неудобно как бы заезжать в место проживания. То есть, через улицу Ленина, получается, да, через эту стоянку, что наоборот создает больше пробок там. То есть, это не вариант решения проблемы. Единственное решение, это, наверное, через владельцев вот этого вот комплекса торгового. Просто ввести там ограничения движения путем установки, не знаю, каких-нибудь там ограждений, чтобы исключить сквозной проезд через территорию стоянки. С инспекторами ГИБДД согласны и эксперты в области правил дорожного движения. На данной территории отделить въезд от выезда на сегодняшний день, чтобы это способствовало к улучшению, скажем так, освобождению стояночных мест на площадке, оно не даст положительного результата. Почему? Потому что в данном случае та стоянка, которая уже имеется, значит, вблизи этого центрального магазина, она уже взяла на себя определенное количество транспортных средств. И она не может просто физически поместить большее количество автомобилей. И здесь дело не в том, что имеются какие-то сквозные проезды на данной территории. Отделить въезд от выезда стоянкой шире от этого не станет. Здесь жителям города можно единственное посоветовать, чтобы, подъезжая к данному месту, видя, что там мест стояночных нет, то воспользоваться другими местами. Вот, допустим, непосредственно через дорогу находится еще одна стояночная площадка, то есть у цветочных магазинов есть стояночные места. Стеснительный водитель фуры попал в объектив видеорегистратора. Эти кадры в нашу редакцию принес один из жителей города. На съемке видно водитель белого грузовика, вроде бы хочет выехать со стоянки налево, но как-то сомневается. Несколько раз проехав то вперед, то назад, он внезапно решается на маневр прямо перед встречным автомобилем. Хорошо, что у водителя встречного авто оказались хорошие реакции и тормоза, иначе шекспировское быть или не быть с водителем грузовика в роли Гамлета могло бы закончиться аварией. Навстречу приключениям, видимо, двигается водитель спецавтомобиля. Судя по всему, он несколько потерялся в действительности и, выполняя свои непосредственные обязанности, оказался на полосе встречного движения. С одной стороны, дело делает хорошее, очищает обочину от песка. С другой, создает неудобства для остальных водителей. Подрезал маловитражку водитель Приоры. Трудно судить, чем так прогнил водитель отечественного авто водитель Матиза. А может, это просто новый способ завязать знакомство. За рулем иномарки сидела девушка. Хорошо, что она отреагировала вовремя, иначе знакомство пришлось бы продолжить в компании инспекторов ДПС. А вот такую интересную картину водитель автомобиля с регистратором застал на перекрестке Ленина-Дзержинского. На светофоре горит красный свет. Загорается дополнительная секция налево. Но для водителя Порши красный не помеха. Он лихо обходит два ряда авто с левой полосы и спокойно продолжает движение. Рисковая ситуация. А вот это дороговый аэропорт. На этом участке действует знак «Обгон запрещен». Но, видимо, запрещен он не для всех. Сначала нарушает Тойота. Следом – Шевроле Нива. На которой, кстати, красуется надпись «Безопасность дорожного движения». И какой пример они подают водителям. Со свистом на красный пролетел водитель темной иномарки. То ли задумался, то ли решил рискнуть. Хорошо, что на пути нарушителя не оказалось других автомобилей. А вот еще один такой же нарушитель. На видеозаписи видно, что водитель «Фольксвагена» сначала попытался тормозить. А потом, видимо, передумал и проследовал дальше. Еще один не менее интересный нарушитель. Выезжая со стоянки налево, он становится поперек дороги и спокойно ждет очереди. Но то, что другим водителям он явно создает помеху, автовладельца вряд ли волнует. Едва ему в бок не ударяют автомобиль, нарушитель прибавляет газу и скрывается в потоке. Кстати, статистика нарушений, как всегда, удивляет. Меньше чем за полгода водители Ноябрьска нарушили правила несколько десятков тысяч раз и пополнили бюджет страны на 4 миллиона. Это общая сумма уже оплаченных штрафов. И еще 4 миллиона. Это то, что должны заплатить нарушители. В соответствии с законодательством, за неуплату штрафа в установленный законным срок предусмотрена административная ответственность. Соответственно, 1655 лиц были подвергнуты данному виду наказания. То есть, в зависимости от характера совершенного правонарушения, где-то штраф. Но в отношении 17 человек судом было назначено наказание в виде административного ареста. Кстати, с 9 мая вступили в силу новые поправки в административный кодекс. Теперь на уплату штрафов у нарушителей есть больше времени. Не 30, как было раньше, а 60 дней. Возможно, это послабление приведет к тому, что количество долгов снизится. Кстати, наказание за неуплату тоже изменилось. И теперь должников могут запросто заставить и отработать свои долги. На сегодня это все. Соблюдайте правила и будьте внимательнее на дорогах нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова